613 гробов опустили в понедельник в землю на кладбище Поточары, недалеко от боснийского города Сребреница. На кладбище уже захоронено более 4000 человек. А всего в Сребренице были убиты 8000 боснийских мальчиков и мужчин. Многих из них, пришедших искать убежище уоновских голубых касок, эти самые голубые каски голландский батальон отдали в руки армии боснийских сербов. 16 лет назад, в июле 1995 года. Это единственное преступление за годы войны в Буснии, которое Международный трибунал по бывшей Югославии признал геноцидом. По делу о массовом убийстве в Сребренице перед трибуналом уже прошли 20 человек, а 21-м обвиняемым скажу отдельно. Параллельно на прошлой неделе апелляционный суд Гааги признал голландское государство ответственным за смерть троих жителей Сребреницы. Почему троих? Потому что именно их родственники подали иск против государства Нидерланды за действие голландского батальона. Военнослужащие этого батальона, кстати, в этом году прошли в составе марша через всю Боснию к Сребренице. Опознание и розыск тел убитых в этом мусульманском анклаве занимают годы. Бойцы армии боснийских сербов перевозили останки людей из одной братской могилы в другую. Кости перемешивались. Мало кто смог найти целиком скелет. Именно поэтому 613 новых захоронений появилось через 16 лет после этой трагедии. В одном из гробов, захороненных в понедельник в Патачарах, всего три кости. Принимая в 1948 году конвенцию о недопустимости геноцида, международное сообщество заявило «никогда больше». Но геноцид был совершен в Камбодже, потом в Руанде, потом в Боснии, потом в суданском регионе Дарфур. Впрочем, по поводу Дарфура все еще идут споры – это геноцид или только преступление против человечности. И каждый раз международное сообщество заявляет «никогда больше». Но вот 21-й обвиняемый по делу о массовом убийстве в Сребренице генерал Радко Младич, представший перед трибуналом в Гааге только что, свою вину не признал. Для него убийство 8 тысяч по признаку национальности или религии, вероятно, актом геноцида не является. И самое страшное, что у него по-прежнему есть сторонники в Сербии. И почему-то в России.